Здравствуйте, дорогие друзья! У нас, как всегда, законоподавцы США с детективным системным дудником, и у нас сегодня в гостях. Мне даже не в гостях, все равно в гостях, но это чисто автоматически. У нас сегодня в доме. Таня Тулина, Таня, привет! Спасибо, что пришла. Привет! Всем доброго времени суток. Ну, мы сегодня будем продолжать говорить о том, о чем говорит весь мир, это о дебатах, как они пошли, что произошло. Я сейчас скажу пару слов. Ну, для начала, я вот сочил сегодня интернет, я думаю, что же демократы говорят, демоны, что говорят по этому поводу. Но куда я пойду к демонам, я зашел на канал Юрия Рашкина, самый главный русский демон, демократ, я винись, извиняюсь. Но что я тебе могу сказать? Я, конечно, в шоке. Я так понял, что этих людей ничего не исправят в этой жизни вообще, и априори. Или они, тут три варианта, или они говорят и веют то, что они говорят, или они говорят, не вея во то, что они говорят, но они не любят Трампа, или дело было не в бобине, а мудак сидел в кабине. Стою на асфальте, в лыжи обутает, то ли лыжи не еду, то ли я какой-то не такой. Так вот, и что говорят на русскоговорящих каналах демонов, демократов, ну, ты поняла меня, дикции не всегда хорошо, что Камала Харрис уничтожила Дональда Трампа. Она его изничтожила. Камала Харрис рассказала о своей экономической программе, которая самая лучшая программа из всех программ, что экономика в Соединенных Штатах Америки, самая лучшая экономика в мире, и Камала Харрис будет дальше эту экономику продолжать. Что Трамп врет. Все, что Трамп сказал, это неправда. То, что Камала Харрис была офигенно подготовлена, и два наушника фирма, как фирма называется? Новая А7. Новая А7, да, вот эти два наушника, при том идентичные сидящие в ее ушах, идентичные, то, что нашли американские блоги на продаже в магазине. Ты подключаешь этот наушник, он у тебя как сережечка такая красивая, а тут две сережечки, она же не трансгендер, еще она еще женщина, поэтому две сережечки. Вот и не в носу, как говорил Абрежий. Понимаешь, мне сегодня подарили кольцо в нос, и я его не взял. Так вот, это какая-то среднеафриканская страна. Так вот, дело не в этом. И, короче, и вот Камала Харрис, Камала Харрис и Трамп уничтожили, и Камала Харрис, она известный политик, геолог, профессор, академик, не знаю. Короче, такое-такое, понимаешь, и вот я на это посмотрел, я просто понимаю, что у нас все вообще дебаты нужны, потому что те, кто на асфальте стоят и в лыжи обуты, они все равно их не переделаешь. А те, кто уже понимают, что происходит, так и мы дебаты эти уже не узнаем, они так понимают, что происходит. Вот, ну, конечно, больше, что меня всего задевает, да хрен с этим Трампом, да хрен с этой Камалой Харрисом, но когда наши русскоговорящие евреи, люди, у которых бабушки и дедушки, и бабушки, потому что им тоже под 50, прошли через концлагеря, около 6-7 миллионов, загромные погромы на Украине, которые были погромами и в России были, ну, в России меньше всего, кстати, было погромы в еврейске, на Украине, Польше, там были больше страшные погромы были. В 1939 год вырезались семьями евреями, там такой твое, с киевским погромом, львовские погромы. И когда вот эти вот, я еврей, я имею право, я как черный черный, сидят и говорят, что Камала Харрис, самый лучший друг Израиля, она обожает евреев, и она готова помогать Израилю в двух государствах. Я понимаю, когда все, кто не любит Израиль, говорят, ну, что там два государства, я все понимаю, Палестин, но когда люди, чьих родственников убивали, уничтожали, сблигали, вырезали шестиконечные звезды, и они об этом забыли, и сейчас они говорят, что Камала Харрисов, современная подруга Израиля, что она Израилю поможет, и что она создаст государство Палестина, которое потом сметет Израиль, и Царь Земли. Ну, примерно так это выглядит. Ну, что я тебе могу сказать? Это, понимаешь, это плохо, это ужасно, это понятно, что, понимаешь, когда это еще, молодежь, ну, мы понимаем, они пошли через колледжи, университеты, там, наши промыли мозги, ну, когда эти, говорит, люди, которым за 50, и люди, которые прошли через Советский Союз, и люди, которые видели все это, они уже, они, люди, которые делились в 53-м году, 50-м году, это тогда уже, тогда еще был, ну, не то, что год, сколько, там, в 40-х, в 65-м году закончилась война, 50-м, ну, это 10 лет после кончания войны, это ничего, понимаешь? Это еще вот страна подымалась, еще развалина, когда люди говорят, когда люди за марксизм, когда люди за это двигают, то у меня просто шок, с кем мы живем на одной планете, с кем мы имеем дело. Вот у меня реально шок от этого. Вот то, что я увидел сегодня. Может, я не прав, может быть, я цинично к этому отношусь. Понимаешь, ну, вот меня, допустим, я повесил на сайт украинского Миротворец. За то, что я сказал, что я не буду себя на канале Гайслава в Украине. Не потому что я не люблю Украину, я люблю Украину, я был на Украине. Я кушал офигенно украинскую еду, там, украинский нафиганцев украинская музыка, одежда, люди. Все классно. Но лозунг «Слава Украине» он не мой лозунг, потому что для меня, после слова «Слава Украине!» Георгий Слава, мне все хочется сюда вверх ввести. Ну, с этими словами, с этими словами расстреливали евреев на Бабьем Яру. Я не кричу, я не кричу «Слава Америки», «Слава Изболи». Я никогда это вообще не кричу, хотя я тоже, может, я могу сказать о мире Украине, чтобы не упала ни одна бомба на Украину, чтобы люди не погибали. И вот эти вот люди, они одевают украинские национальные одежды, они думают, что они украинцы, они евреи, и они понимают, что они не украинцы. И что придет время, когда с них за все это спросят, и спросят в голове Зеленского, спросят. Потому что он главный предатель еврейского народа, который втягивает нас, иудеев, вот в эту ситуацию. Вот втягивает. Если у него были бы мозги, бы он, по-моему, подальше вот этого, себе в 95-й квартале, заработал бы свои миллионы, и не лез бы никуда. Но опять, и цовули, и цикей. Я просто хочу сказать, что вот я прошелся по демократическим каналам, в основном там 90% евреев, и они несут такую ахинею, что они нас приведут ко второму холокосту. Клянусь, эти люди, это вот причина второго холокоста. В Америке, где-то будут, это причина этих людей. Давайте перевойнемся к дебатам. Скажи, что там у нас происходит, вообще, какая сейчас у нас реакция? Ну, давайте так. Я просто скажу свое мнение о том, что произошло. Да, мы с вами были в живом эфире, мы в живую смотрели вместе, и увидели, что это были не дебаты Камалы Харрис против Трампа, а это были дебаты в формате три против одного, во-первых. А демократии-то любят, они любят трое на одного, у них всегда трое на одного, у них это их политика такая. Совершенно верно. Плюс у нее был действительно вот этот наушник, который в виде середины, и я вообще поверить не могла. А что, разве, почему Трамп об этом не сказал вообще в своих сетях на сегодня? Это один из таких вот главных вопросов, или он ждет какого-то, может быть, официального подтверждения. Но на самом деле то, что произошло, это была, во-первых, совершенно театральная постановка, причем достаточно низкого уровня. Так вот, по моему мнению, это вообще была страшная сказка на ночь со стороны Камалы, которую мы посмотрели, и увидели, что нормальные люди увидели, что чудо не произошло. И что умнее вице-президент, нынешний вице-президент страны Соединенные Штаты, лидер свободного мира, не стало. Она умнее не стала, и сами президентские дебаты, которые режимные СМИ назвали историческими, получились таковыми исключительно с точки зрения стандартов, опущенных до уровня Плинтуса. То есть стандарты, если мы вспомним, какие вообще были дебаты раньше, если вы их видели, те, кто нас смотрит, они на Ютубе-то есть, конечно, можно посмотреть дебаты, в которых участвовал Рональд Дрейган и даже Билл Клинтон. Мы вернемся к этому чуть похоже. Даже Обама и то. И Обама, да, мы вернемся к этому. Но дело в том, что опустились до уровня Плинтуса не только стандарты проведения самих дебатов, но, и то, о чем ты говоришь, ожидание демократического лагеря от своего кандидата. Ну, действительно, то есть получается, что недостаточно того, что Харрис смогла выпали заученный текст на уровне школьницы пятого класса и даже второго класса. Ну, уж так уж говоря, даже если не говорить о том, что она повторяла то, что ей там трындели по наушнику, наушнику, да, но разве особи, которая занимает кресло вице-президента страны, лидера свободного мира, нужно разбираться, ведь не нужно разбираться во внешней политике, ей не нужно иметь мужество брать на себя ответственность за свои собственные действия и вообще быть способной дать оценку действиям всей администрации. Ну, а действительно, зачем? Ведь так и сойдет, и так, да, то есть вот то, что сегодня совершенно понизились, еще раз повторюсь, стандарты поведения на политической арене, стандарты понижаются везде профессиональные, мы это заметили, да, это и customer support, поддержка клиентов, это и качество осуществляемой работы, это и все, что происходит вокруг нас в сфере малого бизнеса, потихоньку все съезжает вниз, вниз, вниз. Но прежде всего... Этфотруктура, дороги, обслуживание, машины, поезда, зала, все рушится, вот просто рушится. Абсолютно. Поэтому, вот это, даже не медиокр, даже не среднее, да, это ниже среднего подход, когда сойдет и так, тяпляк, то есть достаточно, оказывается, просто гримасничать, ухмыляться, атаковать соперника самым наглым образом, причем при этом она уличала его в своих собственных промахах, в промахах администрации, ошибки, в разрушительной деятельности. Тань, извини, я сейчас после изменения перебил тебя, я помню такой хороший анекдот, когда, ты знаете, у нашего священника дочка-проститутка, он говорит, извините, у меня не дочка, у меня сын, а кого сейчас теперь это интересует? Вот это то, что делал Камалхарис. То есть сегодня, во-первых, это вот именно это, то есть она обвиняла его во всем, в том, что он это сделал не так, и что экономика, оказывается, они ему наследовали ужасную экономику, когда пришли к власти. Но мы прекрасно помним, что это не так, потому что Бюро статистики все равно не врет по касту, и можно зайти на сайт Бюро статистики Соединенных Штатов и увидеть, какими были цены на бензин, мы прекрасно помним, в Южной Каролине у нашего соседа цены на бензин были доллар шестьдесят девять за галлон, а у нас они были доллар восемьдесят девять, максимум доллар девяносто пять, два ноль пять, ну, в зависимости от заправочной станции в Северной Каролине, от района. Но сейчас, это просто удивительно, то есть и экономика была плохая, и неважно, что был ковид, который они же на него и спустили, и такой ситуации не существовало раньше в мире, это было абсолютно новое, новое вообще вот существование, в котором мы оказались, когда всех посадили по домам, убили бизнесы, причем это они же сделали, вся эта клика, обамовская мировая, BlackRock, Vanguard, все они это сделали, и Хилис Рамп оказался виноватый, который прыгал как уж на сковородке для того, чтобы вообще, вообще просто... И когда Байден пришел в Белый дом, и он такой поворачивается, а где кистонская труба, куда она делась, а что такое вдруг? Первый же день. Первые же пять минут. Так вот, исказались факты, использовалась расовая карта вдоль и поперек, хотя не существует ни одной записи, ни одного видео, ни одного протокола, в котором Трамп когда-либо сказал, что он не уважает черных, что он не уважает испаноязычных и всех остальных. Украши приводит тот факт, что он ограничил эмиграцию из стран мусульманского мира. Ну, извините, политика изоляционизма, здоровый изоляционизм, он всегда присутствовал Соединенным Штатам, и, между прочим, способствовала прекрасному развитию экономики, потому что разумная эмиграция это то, на что она направлена. Если это разумная эмиграция, а не сознательное изменение электората, путем затаскивания в страну тех, кто будет голосовать в обмен на эмиграцию за демократическую партию, потому что так положено. Почему в обмен на уровне штата, в демократике штата на уровне штата в Калифорнии уже нелегалы имеют право голосовать на уровне штата? Им дали право это? Еще федерально нет, на уровне штата они уже выбирают губернаторов, местных мэров, все, уже выбирают они, хотя они никто, они не имеют права на это. У нас раньше без гражданства нельзя было на определенную работу устроиться, туда-сюда, сейчас, я даже знаю, уже, по-моему, в полицию принимают с грин-картами. Да, с полицией нельзя принимать с грин-картами никогда. Ну, принимают, я принимаю, я принимаю. Ну, таким и марихуану уже можно в Нью-Йорке курить. Но, если мы вернемся к тому, как себя вела Камала, то есть, исказались факты, вырывались фразы из контакта. Теперь можно приводить в адрес 45-го президента оскорбительные слова уволенных им же самим чиновников, да, и говорить, что, ну, вот смотрите, как о нем думают его собственные, значит, чиновники, которые работали, а сколько их ты сама уволила, сколько ушло из твоего офиса, Камала, потому что с тобой невозможно работать. А тут можно обзывать соперника уголовником, преступником, слабаком, и вообще достаточно просто врать. То есть, он говорит в ответ, что все мои кейсы, вот этот кейс бессмест, вот этот кейс уже теперь его нет, и все не так, просто все понятно, что это... Я тебе хочу сказать, впервые в истории преследования политического оппонента, впервые в истории Соединенных Штатов. Я тебе хочу сказать, плюс о команде Камалы Харриса, они сделали пару умных вещей. Они сыграли на эго Трампа. У Трампа все-таки есть свое эго, которое немножко надо бы, конечно, приспустить. И когда она ему сказала, они знали, куда они бьют, они знали, что тебя никто в мире не любит, и вот Трампа надо было пропустить это мимо ушей. А он, как обиженный мальчик, честно, начал оправдываться и говорить про Орбана, что его Орбан любит, то и все, хотя Орбан для Америки, никто не звать его никак. Вот тут они взяли, они знали, там хорошие сидят, у него видно, ну, люди, психологи, знаешь, которые знали, где Трампа, как там, за дети. И вот так все было хорошо, но вот пару моментов он, конечно... Ну, естественно, они знали, что он будет вестись на этой, его действительно изучили за эти 12 лет, с тех пор, как он впервые в 2012 году выставил свою кандидатуру, но тогда не прошел. Но мы все посмотрели просто, что действительно речь шла не о... Понимаете, главное, что мы должны из этого вынести, это не то, что там, скажем, да, Трамп эмоциональный, он повелся, он прокомментировал тоже заявление Путина о том, что заразительный смех Камал и Харрис, да, и Трамп поставил трус в социал такой комментарий, я, говорит, не понял, как мне к этому относиться, мне на это обижаться или нет. Каман. То есть учись у Путина. Уже если на то пошло, у Путина есть чему поучиться, то как он делает свои комментарии, это... Вот если ты, бывший президент Соединенных Штатов, всемирно известный человек-миллиардер, не понимаешь, как реагировать на такую фразу, значит, наверное, надо немножко позаниматься с хорошим психологом и с тем, кто тебя научит это делать. Или позвони Путину и поговори с ним. Но, серьезно, но нужно же действительно понимать, что тебя дергают за эти ниточки. Хотя я хочу сказать, что Трамп вел себя лучше, чем ожидалось. Вот, честное слово. он не орал, он ее не перебивал, он достаточно грамотно отвечал, что она брет, и она это знает. Но, в целом, понимаете, вот эта ситуация, в целом, вся вообще ситуация, для меня стала просто окончательными похоронами классических, изящных, остроумных, профессиональных дебатов, которые проводили, вернемся к этому, предыдущие президенты США. спокойный, выдержанный, грамотный Рональд Рейган. Клинтон, который прекрасно аргументировал, он был, я не говорю о том, что они сделали, да, один, другой, третий, я говорю о том, по крайней мере, как выглядели политические кандидаты, президенты, то есть люди, которые представляли Соединенные Штаты Америки. Клинтон прекрасно аргументировал, он был в меру национальным, образованным и очень харизматичным и точно так же исключительно харизматичным был и Барак Обама, который тогда впервые появился на политической арене в 2006 год, да, в 2007 он прекрасный оратор. Это сегодня мы уже, конечно, мы знаем, что он из себя представляет насквозь продажные и так далее. И, кстати, он известен фразой, да, и вот этим официальным видео, где он говорит, что моя мечта, так было бы здорово, если бы я вообще сидел бы у себя дома в спортивных штанах, и я бы наговаривал в наушник кому-то, кто стоит на сцене, официально выступает, да, она стоит, и это то, что мы увидели, да, то есть его мечта сбылась, но мечта сбывается не сама по себе, мечту проводят в жизни конкретные люди, конкретные профессионалы. И вот, если мы сейчас даже возьмем Трампа, он слишком эмоциональный, он эгоцентричный, он сконцентрирован очень серьезно на себе, да, но он страстный в том, насколько он желает вернуть былое величие Америки. И если мы посмотрим, что он сделал, и это, опять же, вся открытая информация, его проекты, его указы, которые он провел, они все были достаточно бенефициарными и полезными для населения Соединенных Штатов. То есть он очень много сделал для афроамериканцев, он создал для них рабочие места, он побеспокоился о социальных выгодах для них, он обеспечил хорошую функциональность для Америки, для экономики, он поднял тарифы на китайские товары, и он абсолютно прав. Посмотрите, как действует Япония, и он привел, к примеру, Японию, я не имею в виду дебаты, я имею в виду его предыдущие речи и его аргументы, когда он это делал, Япония никого не пускает на рынок. В первую очередь Япония заботится о своих собственных производителях, а у нас, как сказал Трамп, пожалуйста, бросим кучу Сони, пожалуйста, у нас будут японские машины, Тойота, у нас будут юзнокорейские машины, а как собственные производители? А собственные производители теперь, кстати, Трамп правильно сказал Камале во время дебатов, вы же строите автостроительные заводы в Мексике, вы строите где угодно, но только не у себя, потому что у нас они как раз закрываются, у нас еще держатся, в Южной Каролине, кстати, всего там в 50 километрах от границы Северной Каролине, находится огромный завод БМВ, а вот он до сих пор существует и функционирует нормально, но ведь Форд, Форд же у нас все хуже и хуже у нас на местном рынке, поэтому то, что говорил Трамп насчет индустрии у себя дома абсолютно правильно, и как раз правильно будет сказать, что именно Билл Клинтон, я всегда это говорю, еще в 94-95 годах подписал первые документы официальные по аутсорсингу, когда легкая промышленность, а потом и тяжелая промышленность переехала в другие страны, совершенно обескровив мощную экономику Соединенных Штатов на тот момент, поэтому когда мы сегодня видим, что Трамп на самом деле разбирается в экономике, он бизнесмен, а политическое образование Соединенных Штатов мало того, что это корпорация, мы все об этом знаем, что произошло превращение страны в корпорацию, это бизнес, корпорация существует и функционирует по бизнес-законам, то есть он и другие президенты страны, включая Билла Клинтона и того же Обаму, разбирались и в структуре государства, и в законах экономики, причинах и следствиях, что происходит в результате принятия тех или иных полисов, и кстати, Клинтон известен своей речью о том, что иммиграция должна быть только официальной, то есть они знали, если об иммиграции, давай мы вернемся в городок Спринфилд, в Айо. Хорошо, мы можем это сделать, а значит, что произошло во время дебатов, вы видели, что Трамп, когда он говорил о незаконной эмиграции, он также и упомянул город Спрингфилд, штат Огайо. Почему? Потому что в интернете, на социальных сетях появилось огромное количество видео и записей, и текстов, постов о том, что гаитяне, которые находятся в этом городе и официально, и неофициально, употребляют, крадут, употребляют пищу котов, собак. Давай скажем сначала, Горос-Спринфилд, Айо, маленький городок, где, как говорилось раньше, где раньше говорилось, что там средняя американская мечта сбывается. Там живет 50 тысяч, 50-60 тысяч граждан. Ну, ближе к 80 тысячам, да, сегодня. И туда завезли 20 тысяч гритян. Вся социальная программа города, которая очень маленькая, пошла на помощь этим гритянам. Для начала это Medicaid, социальные какие-то программы. Они получили то, что называется TPS, Temporary Protective Status. И давайте не забудем, что это произошло в 20-м году, когда на Гаити были тоже неспокойные времена. То есть это как всегда. Это же происходит как всегда. Сначала устраиваются неспокойные времена, устраивается война или смещение президента, а потом в нашу страну заводятся лояльные... Я, кстати, вспоминаю, я в то время жил в Памбиче, и у меня моя дочка, я тогда было 14 лет, она ходила в школу, в школу, в Памбич Гарденс Миддл Скул, вот, и вдруг, и потом, это было недалеко от нашего дома, школа очень хорошая, и вдруг мы получаем письма все родители, что в связи там с какой-то ситуацией на Гаити завезли гаитянских студентов, детей, и какое-то количество детей будет в нашей школе, поэтому, в школе мало места, поэтому наши студенты будут расфасовываться по другим школам, и школам, которые не из нашего района, куда автобусы не ходят, и, конечно, тогда родители встали, был целый бунт, были там демонстрации, такие, люди говорили, почему, причем мой ребенок, который учится в этой школе, из-за какого-то гаитианского студента, должен переходить в школу в другом районе, куда они ходят автобусы, где другие учителя, где другая программа, и как мы будем общаться с этим, как мы детей будем вводить в школу, когда мы все работаем, у нас уже все это сэрно, и был очень большой-большой скандал, очень большой скандал, и потом мы как бы, наши студенты восстали, за этих гаитиан убрали куда-то, но сам факт, что они пытались выгнать американских учеников до школы и перевести в другие школы, в более худшие районы, чтобы в этой шикарной крутой школе учились гаитианские студенты. Теперь возьмем... Ну, это происходит и в Нью-Йорке в том числе. Помните, мы же видели, как в Нью-Йорк завозили нелегальных иммигрантов в школы, а ученики должны были оставаться дома, и родители должны были всем этим заниматься. То есть, это политика о том, политика того, что нелегальные иммигранты занимают приоритетные позиции по отношению к гражданам и легальным иммигрантам. Это одна из безобразных... А давай меняемся к Спринфилду. Что получилось в Спринфилде? Что произошло в Спринфилде? Мы помним, что во время дебатов, когда Трамп упомянул об этом, ведущие ABC-канала сказали, что они получили информацию от муниципалитета Спринфилда, который заявил, что у них нет подтверждения того, что вот о чем говорит там. Они могли заявить. Ну смотри, есть на специальных сайтах, есть сайт города Спринфилда, есть сети-митинги, куда приходят люди и задают вопросы каунсулерам. И мы видели этих людей, не то, что это был фейк какой-то, люди приходили, рассказывали свои личные истории, как их выгоняют из дома, как занимают ихнюю недвижимость, ихнюю землю, как на них нападают, как воруют домашних животных и убивают, как воруют машины, на этих же машинах потом вырезают, устраивают аварии, как им выдают права тем, кто даже не умеет ездить без всяких тестов, и много-много другое. Потом есть видео в интернете, опять, это не фейк, это видео на сцене камеры полицейского Спринфилда, когда их ночью вызывают куда-то, они приезжают, арестовывают женщину, гритянку, которая сидит, возле нее убитая кошка сидит, она вся в крови какая-то такая, и полицейский спрашивает, что ты здесь делаешь-то, почему ты убила домашнее животное, ты что, ее ела? Она стоит молчит, потом уходит хозяйка этой кошки, говорит, да вот, она же съела мою кошку только что, она ее убила и съела, сделайте что-нибудь по этому поводу. Но это сумасшествие какое-то, мы говорим, а потом мы говорим, у нас очень много уток, дикие утки, вот у меня в домах очень много готовы, прилетают, улетают, и они тоже крали, это утки, гуси, они тоже кушали, они крали. Это канадские гуси, причем канадские гуси находятся официально под защитой федеральной, их нельзя трогать, они у меня ходят, вот в моем дворе. Это тебе нельзя трогать, и мне нельзя трогать, а гаитянам можно, они голодные. Они голодные. Только они сначала трахают, потом кушают, или сначала кушают, потом травят, я не знаю, как там у них. Вот я не могу дать комментарий по этому поводу, но так вот, в результате всего этого у нас определенные факты случились. То есть вчера, 12 сентября, рано утром, полдевятого утра, чиновники мэрии Спрингфилд получают по электронной почте уведомления о том, что будет взрыв в мэрии Спрингфилда. В результате, соответственно, мэрию закрывают, полностью эвакуируют, и заявление еще и опубликовано в социальных сетях. То есть угроза... А что сказал губернатор? Что сказал губернатор? А губернатор сказал, в качестве меры предосторожности здание эвакуировано, в настоящее время власти проводят тщательное расследование. Наша главная забота, безопасность и благополучие наших сотрудников и жителей. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее разрешить эту ситуацию. Вот, тебе думай, кто это все сделал? Те, кому надоело слушать всю эту ерунду? Или те, которые сказали, ладно, вы не будете нас защищать, тогда мы устроим это? На одном из сетей митингов выступал черный парень, не белый, не расист, а черный парень. И он обращался к сетеканскому, и он говорит, вот его слова передаю, визит сообщить. Он говорит, конечно, странно, что я здесь стою, я черный, я должен быть. Но вы, что происходит в нашем городе? Вы посмотрите, за что вы получаете зарплату, за что вы сидите в этих шикарных костюмах, в этих шикарных креслах. Выйдите на улицу, как вы ездите по этим дорогам, мы боимся наших детей, за наших жен, их сбивают на улице, и пьяные вот эти вот нелегальные эмигранты, которые не умеют везти машину, говорят, как вы выезжаете на эту улицу? Вы можете что-то сделать, за что мы вам платим зарплату? Вот это конкретно, что принято, что на кожу человека? Ну, вот у нас результат есть. Результат есть совершенно ужасной политики, может быть, с которой никто не хочет мириться. В общем, ситуация, так скажем, аховая. Но, опять же, если мы вернемся к результатам дебатов, да, почему я считаю, что Камала срезком проиграла? Так скажем, и Трамп-то особо не выиграл, может быть, но он во всяком случае хотя бы говорил о своей программе. Харрис, о чем говорила Харрис? Давайте мы вспомним, что она говорила. Она никак не отреагировала на незаконную миграцию. Она сказала, что именно республиканцы не позволили ей провести законопроект. На что, что ответил Трамп? Поехали сейчас, сейчас сделаем. Давай, поезжай в свой красивый белый дом и проводи этот законопроект, что тебе мешает? А он сказал, поднимите вашего президента, разбудите его днем, в 4 часа дня. А у нас есть, говорит, у нас есть, говорит, президент. Кстати, президент отгулял отпуск. Сейчас вам скажу забавную вещь, чтобы немножко так всю эту мрачность осветлить. Подсчитано, что текущий президент Бидон отгулял отпуска на 48 лет вперед. То есть, из всех своих трех там с чем-то почти 4 года правления у среднего американца если 11 дней в году, то наше счастье отгуляло 400 дней в результате. То есть, на 48 лет вперед он отгулял свой отпуск. Он работал чуть ли не в половину того своего президентского срока официальных дней, которые ему положены. Ну, это про президента, который теперь, в общем-то, и не особенно президент. Кстати, я видела видео, посмотрела видео, где он пришел к пожарникам до 11.85 поговорить, они ему говорят, он говорит, дайте мне автограф. Ему ребята говорят, они даже не встали, он рядом с ними стоял, и они не встали. Это ужасное унижение для любого, если мужчина не встает при том, что президент страны Соединенных Штатов стоит рядом с ними. И они не поднялись. Это вообще оскорбление, потому что он же как главнокомандующий страны, то есть они должны подняться. Они не то, что не поднялись из-за стола, они сказали, мы с тобой поговорим, если ты оденешь кепку, вот кепка, Трамп-24. И он надел. Он ее одел кое-как, конечно, там чуть-чуть, значит, кепка на кепку, но тем не менее, тем не менее, одел. Он поменялся с кепкой, он у пожара не кладал свою кепку и одел кепку этого Трампа. Он надел ее немножко сверху, она нависала у него. Но все было видно. Но все было, все поняли, что он эту кепку одел, а потом он ее сразу отдал, это всего дело с ним. Я же говорю, стою на асфальте, в лыжи обутать, то лыжи не едут, то я дядя Байден. Ну, в общем, это цирк, понимаете, и вот что, вот это и есть самое неприятное. Мало того, что Камала не сказала ничего из вышеперечисленного, понимаете, ни о экономике, ни о ситуации на границе. Она сказала, мы дадим 6 тысяч на ребенка, мы дадим 25 тысяч в помощи тем, кто будет покупать первый дом, и мы, значит, срежем налоги в определенной ситуации на 20%. Ну, в общем, это все ложь, это все, конечно же, вещи, которые даже, обещания, которые получили осуждение даже в режимных СМИ. Я их по-другому уже переназывать не могу. Режимные СМИ, то есть они принадлежат режим. У меня есть видео о Камале Харрис, но я не могу поставить его, потому что я боюсь, что нам выглубит это все, но может голос, просто голос, смотри. Слушай, сейчас есть кончика, если можно получиться. Это все, по-другому, это все, что мы будем делать. Вопрос в том, что у вас есть желание, чтобы это сделать. Я имею желание, чтобы это сделать. И стоимость для здравоохранения слишком дорого для многих людей. Биодономика работает. Это работает. Это очень важно. Но я должен рассказать вам. Я приглашаю вас в один из ралли Дональда. И я расскажу вам, что вы не слышите о том, что вы. Это трудно работающие патриотики, как вы, кто строили это стране. И это трудно работающие патриотики, как вы. Угу. Она на дебаты говорит, я никогда не была против ракинга. И сразу ставится ее видео, где она говорит, да, я запрещу фракинг. И я не дам этого делать. А, да, 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 да. И многое такое про оружие везде. Все, что она говорила, это все полный обман. Потому что есть все видео, где она говорила про противоположные вещи. Вот полностью противоположные вещи. Она говорит, мы все имеем оружие. Я имею оружие. Ты имеешь оружие. Понимаешь? Я никогда не забиваю оружие. И она говорит, мы должны рисковать все оружие американцев. И она думает, что народ просто так ей поверит. Потому что она... Причем есть такие, которые верят в это. Вот даже есть у меня мои знакомые. Очень, очень состоятельные люди, которые... Американцы, да, которые совершенно... Вот есть выражение yellow dog демократ. То есть демократ, как ты говоришь, вот при любых обстоятельствах, что бы ни было, Трамп в любом случае плохой. И логика здесь не работает, не действует. Абсолютно никак. Он говорит, ну она же вот... Она свою позицию подтянула. Она теперь не такая либеральная. Я говорю, ну ты с кем мне говоришь? Ты мне будешь рассказывать, что она как-то изменила свою позицию. Этого никогда не происходит, когда человек взрослый, когда уже он в системе, он никогда не будет изменять свою позицию. Разве что только ему это нужно для внешнего проявления, для достижения своих собственных совершенно материальных целей. И тоже та же ведущая, которая перебивала Камила, которая перебивала Джей Ди Венса и получила за это по голове тоже от своего режимного СМИ. Она же спрашивала накануне дебатов этого Сандерса. И задает ему вопрос. Ну вот, а что, неужели Камала Харрис отказалась от своих либеральных ценностей? На что Сандерс на голубом глазу совершенно отвечает чистую правду. И говорит, нет-нет, она не отказалась от своих либеральных ценностей. Она просто подошла к вопросу прагматично для того, чтобы выиграть выборы. То есть он открытым текстом говорит, нет-нет, она кем была и осталась. А просто говорит о том, что ей надо говорить, чтобы для таких вот полезных идиотов было основание сказать, ну как же она теперь совершенно другой человек. Ну мы же видим, да, и у меня тоже мои друзья, друзья-коллеги по еврейской национальности, совершенно стопроцентные евреи, которых я здесь знаю, которые очень успешные люди, которые мне 4 года назад говорили. Ой, Байден эволюционировал. Он такой вот теперь хороший. Я говорю, куда он эволюционировал? Он в политике, на тот момент это было 46 лет. Он в политике. Он стал самым молодым сенатором в 29 лет. И как вот попал туда, так он в этой системе в собственном соку и варился, и кем только он не был. Но он никак не может вдруг стать положительным героем, Бэтменом или что-то в этом роде, или Зорро, для того, чтобы спасать свою страну. Когда он получает взятки от совершенно коммунистических режимов, в том числе от Китая, в том числе он получает взятки от умных товарищей из России. Да и правильно сказал Трамп во время дебатов, в какой стати Бидон получил 3,5 миллиона от жены мэра Москвы. Это совершенно очевидный факт, который подтвержден банковскими транзакциями. Вот представьте себе, что сын хоть какого-то президента в мире был бы публично обсуждаем. Вот если бы у Путина был сын или дочь, которые совершенно залипали на наркотики, нанимали проституток, списывали расходы на проституток официально с налогов, а потом бы ныл и говорил, что он бедный несчастный, а Путин бы, скажем, говорил, ой, у меня такая любовь к моему сыну, я так жалею его. Да, он, конечно, да, наркоман, но он перенес травму, да, я вот так вот... Даже если взять покойного Ислама Абдуканиевича Каримова, президента Узбекистана, у него дочка, которая сейчас здесь в тюрьме, она беспредельничая, она отнимала людей, бизнесы, там много чего делать. Когда до Каримова его донесли, он ее в тюрьму посадил. Он ее посадил, он сразу ее посадил, по домашний арест ее. И все, понимаешь, нормальные люди так делают. Ну, так у нас, во-первых, у нас нет ничего нормального, да, в том, что происходит ничего нормального. И это самое главное, что мы должны понять. Еще раз. Ничего, по сути, не было сказано. По Афганистану это вообще было просто, ну, насмешка. Насмешка над армией Соединенных Штатов. Насмешка над тем, что произошло. Насмешка над семьями 13-ти американцев, которые погибли. Насмешка над теми, кто был расстрелян с Талибаном. Переводчики и коллаборанты, которые были на территории Афганистана, которые помогали Соединенным Штатам. Все это просто безусловное отношение к обычным людям. К тем, о ком вспоминают только тогда, когда надо получить их голоса. То есть это нормально вообще, да? То есть повторять довученные абзацы, забавной ухмылкой, зная, абсолютно зная, что ей все можно и ничего ей за это не будет. И не будет даже за эту подозрительную сережку, жемчужинку с похожими на маленькие антенны ножками, которая совершенно четко напоминала разрекламированный в прессе беспроводной девайс наушник в виде женской серьги тоже с жемчужиной. Это вообще наглое, абсолютно наглое издевательство над населением. Они знают, что они могут это делать. Они хихикают, они получают от этого кайф. И после этого еще и совершенно открыто говорят о том, что они еще чего-то выиграли. Но давайте мы дадим самим себе пищу для размышления. А что произошло дальше? А дальше произошло следующее. Команда Харрис обратилась к команде Трампа с тем, чтобы устроить следующие дебаты. А это когда происходит? А это происходит тогда, когда команда чувствует, что она проиграла. Когда Трамп получил это приглашение, он написал в своей трус-сошел частично за главными буквами следующее. Когда боксер проигрывает бой, первыми словами, которые он произносит после проигрыша, является «я хочу реван». То есть получается, что Трамп выиграл дебаты? Так? Если мы будем ссылаться на нераскрытые опросы, на неофициальные опросы. В своем посте в социальных сетях вчера он дал понять, что, по его мнению, он уже все сказал по поводу нелегальной миграции, экономики, других политик, которые, кстати, и Харрис, и Байден поддерживали во время первых двух дебатов. Он добавил, что миллионы преступников, психически больных людей устремляются в США. Они совершенно неконтролируемые, их никто не проверяет. А когда были тампон-тим ивэнс? Макобейс, ага. Хороший вопрос. Значит, тампон-тим ивэнс будут 1 октября. Готовьтесь, мы с вами тоже будем в эфире. Мы проведем аналогичный формат. И это будет, конечно, песня. Я сейчас нахожусь в Миннесоте. Вы видите, у меня другой бэкграунд. Я нахожусь у своих родственников, родственников моего мужа, которые живут вне городской зоны. Тяжело работающие американцы, которые всю свою жизнь посвятились сельскохозяйственному бизнесу. И я у них спрашиваю, естественно, они живут здесь, я их спрашиваю о том, как вообще отношение к тампон-тиму, вообще к этой ситуации. Они говорят, тампон-тим известен своей коррупцией выше головы. Причем у него есть собственный брат, который от него отказался в результате. Считается, как мне сказали, что он заработал, Тим, заработал, Тим Валс, заработал на мракобесии, которая у нас случилась в 2021 году, 510 миллионов долларов считается, что он заработал на этом. В результате прямых-непрямых выплат, связанных с уколами, связанных с закрытием-открытием бизнесов и так далее, государственной поддержкой. А вот результат сомалийской эмиграции по таким неофициальным источникам дал ему доход порядка 2 миллиардов долларов. И это мало того, что это человек, который врет на каждом шагу, он себе завысил, мы знаем, военное звание, он себе завысил то, что он делал, где он участвовал в боевых действиях, он себе завысил вообще свой персональный рекорд. И, кстати, как выяснилось, он еще и был плохим тренером и не очень хорошим учителем. То есть вообще все, о чем он говорил, это вот как у Камалы. Да, я была прекрасным генеральным прокурором, да, я была таким замечательным сенатором. А на самом деле, ведь мы же можем все посмотреть протоколы голосований. И протокол голосования Камалы как раз говорит об обратном. Она действительно голосовала против добычи, домашней добычи, да, на территории Соединенных Штатов. Они сделали, а она говорит, ну как же вот, у нас же есть указ, по которому эти точки добычи бурения, они доступны к Лизу. Так а кому вы отдали Лиз, товарищи из администрации Камрады, из администрации Байтона? Вы же отдали эти Лизы Китаю в разработку. И это все обсуждается в Конгрессе. Я вам всем советую смотреть канал, который называется Ford Breaking News. Это Ford, это я придумала не Russia Today какая-нибудь, или что-нибудь там, Дождь какой-нибудь, а это Ford Breaking News, официальный канал, который делает каждый день трансляцию из Конгресса или Сената. Я его смотрю, и оттуда получаю всю информацию из первых рук. И я вижу, как проводится слушание о том, что эти точки бурения отданы в Лиз китайским разработчикам. То есть они получили в Лиз порядка 52 точек бурения. Что вообще происходит? Что вообще происходит? Она говорит, да, мы увеличили производство газа. Действительно, производство сжиженного газа увеличено Америкой. И куда направляется этот сжиженный газ? В Европу. И он продается в 4 раза дороже, чем был газ, который шел из России. Да? Потому что они обанкротят Европу, вот и все. Они, во-первых, банкротят Европу, лишают ее дешевых энергоисточников. Почему? Потому что, когда у тебя забирают дешевые энергоисточники, наступает полная, извините, задница вообще всей экономики. Ну, если честно, меня Европа меньше всего интересует, если честно. Что вам на Америку больше интересует? Ну, Америка, с одной стороны, является... Вернее, не Америка, а определенные индивидуумы, которые являются владельцами определенной корпорации, и те... Просто будем говорить о том, что они деньги зарабатывали в этом газе, а не себе ставили хорошую маржу в карманы, как малыхающие этой компании. Вот об этом надо говорить. Ничего не происходит просто так. Ничего не происходит просто так. И всегда на противоположном, на противоположном, конечном, вот конечном направлении находится тот или та, или те, которые получают совершенно ненормальные деньги, вот в нашем представлении, да, помесячно, да, это помесячно. Но вот как представители украинского правительства, российского правительства получали ежемесячные деньги за прокачку газа, причем деньги были, очень серьезно, несколько миллионов долларов в месяц. То есть вот так устроена вообще вся эта структура по поставкам энергоносителей по всему миру, включая наш свободный мир. Поэтому, когда мы видим то, что происходит, мы уже не должны ничему удивляться. По поводу дебата мы сейчас закончим, да, по поводу следующего расписания. То есть когда дебаты во вторник уже подходили к концу, председатель компании «Избирательный Харрис» Джен О'Меллы Дилан, она заявила о том, что вице-президент готова ко вторым дебатам. Она говорит, под ярким светом американский народ увидел, с каким выбором ему предстоит столкнуться этой осенью у избирательных урн. Что они увидели сегодня вечером, вот что они должны увидеть на вторых дебатах. Вице-президент Харрис готова ко вторым дебатам, а Дональд Трамп задает она вопрос. Fox News отправляет письма в компании и Трампа, и Харрис, и умоляет обоих кандидатов согласиться на дебаты, которые будут проходить по тем же правилам, что и CNN провели, и ABC. То есть им дают две минуты на ответы, микрофоны отключаются, и сказать, там, нельзя хамить и так далее. Так вот, телеканал отправляет письмо в штабы с предложением провести 90-минутные дебаты, вторые, для Трампа, третьи, и модераторам которых выступят ведущие Брэд Байер и Марта Макалу. И это был лучший выбор для платформы, как заявили каналы. И об этом написал президент Fox News Джей Уоллес и вице-президент по политике Джесси Каллоффер. В адрес обоих штабов послали такие сообщения. В штабе Харрис, значит, как заявлялось в письме, будет еще одна возможность предоставить американскому народу, увидеть их обоих на сцене в октябре. И первоначально Трамп и Байден договорились о двух дебатах, да, одни проведет CNN, другие ABC. А потом, естественно, когда Бидона выкинули, то надо же как-то официально проводить двое дебатов и со вторым кандидатом, да. Ну, на что Трамп сказал, что нет, мне это вообще не устраивает, вот будут дебаты между Вэнсом и Тампон Тимом, и все. А компания Харрис сказала, мы только рассмотрим вариант ABC News, чтобы проводили. То есть они бы сделали бы и вторые дебаты. Но мы все видели, что это был просто, это был просто сетап, это был, значит, ловушка. Ловушка, причем они очень даже грубо работали. И Трамп, конечно, как ты сказал в начале программы, повелся на это дело. Сказал, что, да, я, кто слабак? Я слабак, да, вот, да, Орбан меня полюбил. Кому в Америке интересен Орбан? Наверное, никто и не знает, кто такой орган и вообще, что такое за страна Хангария, Венгрия. Вот, но теперь мы, я думаю, что не увидим больше дебатов между Трампом и Харрис. И, естественно, если это будет так, то у штаба Харрис появится дополнительная информация, чтобы говорить о том, что Трамп боится дебатов с ней. Но самое главное, на чем мы сегодня должны сосредоточиться, это на том, что, конечно, шороху наведено достаточно. Мы ждем дебатов, которые пройдут 1 октября, опять же, между кандидатом в вице-президент и губернатором Миннесота Кимом Голдом и сенатором Джейби Ивенцем, республиканцем от штата Охайо, на всякий случай, проведет их платформа CBS. Это тоже режимная медиа. Напомню, что дебаты между Трампом и Байденом посмотрело 51 миллион 300 тысяч, а дебаты между Харрисом и Трампом посмотрело более 67 миллионов человек, не считая других перепостов, не считая другой аудитории. Вот такая у нас сегодня с вами информация на сегодня. Ну а всех с очередным солнечным днем. Спасибо, да. И, кстати, зайдете на мой инстаграм-канал, там вот это видео Камала Харрис и все ее вранье. Всем большое спасибо, что вы смотрите нас, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, распределяйте все это. И в понедельник у нас будет интересный гость, с которым у меня познакомка Таня Туринтан, где это все произбудет. Но сейчас я тебе скажу, кто это будет нам. Мне вчера позвонил Руслан Кацаба. Руслан Кацаба, да, он мне тоже звонил и просил рассказать. всему миру о том, что происходит. Я вам просто скажу тизер о том, что вообще это нарушение всех прав человека. И вот вы будете удивлены тем, что вы узнаете. Это просто фонтастик. Это был в понедельник, это Руслан Кацаба был у нас. Он признан узником совести, кстати, Джо Байденом на Украине. Также он был когда-то директором музея Бендеры. Очень интересный человек. Он и журналист, и оппозиционер, и много чего там интересного. И мы поедем с ним эфир. Всем большое спасибо. До свидания. И до встречи в новых эфирах. До встречи в новых эфирах. До свидания.